Улучшить социально-экономическое положение региона за полгода – это цель местных властей, подчеркнул губернатор Сергей Тарута. Для этого государству нужна как финансовая, так и гуманитарная помощь. Перед нами стоит большая задача улучшить жизнь малобеспеченной группы населения. Также мы сейчас хотим создать максимальные преференции для развития малого и среднего бизнеса. Мы предусматриваем сейчас сделать максимально эффективным систему управления. Для этого необходимо ее реформировать на местном уровне. Украина не должна выбирать между Россией и Европой, считает губернатор. Экономические отношения нужно развивать с обеими сторонами. Но при выборе пути развития государства необходимо стремиться к европейским стандартам, уверен Сергей Тарута. Мы за основу должны взять стандарты Польши, которая за 10 лет стала совершенно другой страной. Территорию получили огромные полномочия, где были произведены существенные реформы, где сегодня практически нет коррупции. На встрече также поговорили о предстоящих выборах президента Украины. Стороны согласились, они должны быть честными и открытыми. Главное для кандидата выполнять предвыборные обещания, уверен Джеффри Фельдман. Эти выборы имеют ключевые значения, чтобы действующий президент мог обеспечить децентрализацию власти, больше демократической свободы. Это необходимо, чтобы снизить обеспокоенность граждан. Люди везде ищут одного и того же ответственной и прозрачной власти. Мы хотим видеть Украину независимой страной, где могут жить в мире все граждане, включая национальные меньшинства. Мирное решение проблем можно найти только путем конструктивного диалога. В конце апреля мы проведем слушание по ситуации в Украине и обсудим, как мы сможем помочь. Участники встречи высказали свое мнение о ситуации в Крыму. Согласили, что нужно обеспечить безопасность украинских военных на полуострове и сохранить целостность Украины мирным путем. Евгения Алдошина, Георгий Жилич, Панорама.